Добрый вечер! В эфире новости на Севастопольском телевидении. В студии Алифтина Игнатьева. Вот главное к этому часу. Целлофан, рубероид, утеплитель и другие достопримечательности. На Суздальских высотах планируют масштабную уборку. Когда исчезнет мусор с исторического места и кто загрязняет территорию? Протекающая крыша и домовладельцы задатками дизайнеров. Горжилнадзор проводит рейды по многоквартирным домам Севастополя. Как организация борется с нерадивыми управляющими компаниями и какое наказание грозит за незаконную перепланировку квартиры? Героические баталии на песочных полях. В Севастополе продолжается детско-юношеский турнир Кубок городов-героев. Сейчас в самом разгаре состязания по пляжному футболу. Кто выбился в лидеры, а кто утратил первенство в турнире? Золотой стык есть. На Крымском мосту уложены все железнодорожные рельсы. Две бригады со стороны Керчи и Тамани встретились с подсвода марки. Финальные звенья были торжественно уложены на втором пути. Это крымское направление. На первом для встречного движения стыковку провели месяцем ранее. Всего на железной дороге почти 5000 тонн рельсов и более 76 тысяч штук шпал. Сейчас рабочие шлифуют сварные швы. Их будет более 3000. Ход движения поездов по таким путям будет плавным и почти бесшумным. На мосту еще предстоит выполнить большой комплекс работ. После них начнется установка автоматики, устройств сигнализации, централизации, блокировки. Также продолжается монтаж шумозащитных экранов. Кроме того, по всей длине моста устанавливаются стойки освещения со светодиодными светильниками. Главный участок фарватерный оснащается архитектурной подсветкой. Он будет раскрашен цвета триколора после запуска железной дороги. В Севастополе и началась подготовка к отопительному сезону. Официально он начнется с 15 октября. Основные ремонтные работы необходимо провести сейчас. Сегодня сотрудники Севтеплоэнерго работают в третьем энергорайоне. Рабочие осматривают котлы, чистят теплообменники. В ближайшее время необходимо заменить более 700 метров трубопровода. В состав третьего энергорайона входит 10 теплопунктов и 12 котельных. Один из них, МОСОН, обеспечивает теплом 135 объектов, в том числе многоквартирные дома, учебные заведения и прочих потребителей. Данная котельная готова приблизительно на 60%. В основном насосное оборудование готово, процентов на 80%. Остался из основных работ, это работы по ремонту бака рабочей воды. И ремонт еще одного котла, который по плану идет в августе месяце. Помимо котла, выполнен также ремонт вспомогательного оборудования ХВО. Выполнен работ по газовому оборудованию. Ведется интенсивная работа электриков и киповцев. Проблемные здания. Госжилнадзор проводит рейды по многоквартирным домам Севастополя. Как организация борется с нерадивыми управляющими компаниями, никакое наказание грозит домовладельцам за незаконную перепланировку, расскажет Екатерина Брега. Еста Левшина с мужем прожили в Норильске больше 40 лет. Признаются, устали от постоянного холода и темноты. И три года назад купили квартиру в Севастополе. Из окон открывался вид на круглую бухту и море, поэтому семья решила их расширить. Но перепланировку жилья они не оформили документально, поэтому сегодня их утро началось не с кружки кофе, а с визита госжилнадзора. На новые окна пожаловались соседи. Теперь Левшинам придется обращаться в департамент архитектуры, чтобы узаконить перепланировку. А еще заплатить штраф от полутора до двух тысяч рублей. Сами понимаете, что там экстремальные условия. День, ночь, полгода, ночь. И с переездом в Крым нам хотелось бы много света, много тепла. Ну и мы сделали панорамные окна. Позже уже мы поняли, что нужно вначале оформить все документы на это, а потом уже переделывать. Если департамент архитектуры не даст разрешения на такую перепланировку, окна снова придется переделывать, чтобы вернуть им первоначальный вид. Люди без получения разрешительных документов департаментом архитектуры и городостроительства произвели работы по перепланировке помещения своей квартиры и по изменению фасадной части. В данном случае необходимо было сначала получить разрешительные документы, решение на начало работ с фиксированным сроком, а только лишь потом проводить эти работы. Этого сделано не было, поэтому в ходе проверки установлен факт, правонарушитель будет привлечен к административной ответственности и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. А для жителей 12-го дома в Казачьей бухте визит инспекторов не стал неприятным сюрпризом. Наоборот, их там ждали с нетерпением. Крыша здания протекает уже три года, а управляющая компания бездействовала до обращения в госжилнадзор. Мы обращались до 18-го года в ГУПС, неоднократно. Выходила на 15-63, чтобы подсказали, куда обратиться. На диспетчера, письма написали, по телефону. Просто лично приходила к начальнику, разговор вела. Восыны не там. А вечером я просто случайно, случайно открыла канал СТВ, где как раз вел программу, отвечал на вопросы, и я решила попробовать. Ну, не всегда получалось, но думаю, попробую. И как раз приняли мой сумбурно, сказала свою жалобу, попросила, чтобы помогли. Управляющие компании выписали штраф и предписание отремонтировать систему внутреннего водоотвода. Через некоторое время инспекторы госжилнадзора снова приехали по этому адресу, чтобы проверить, насколько качественно выполнены работы. Управляющая организация демонтировала этот элемент, заменила на новый, провела гидроизоляцию внутреннего водоотведения с соответствующими современными материалами. Проблема устранена. Новая система водоотвода со своей задачей справляется. Предписание выполнено. А на другом конце города, на улице Хрюкина, даже после замены кровли, крыша продолжает протекать. Вот пятно. Позавчера, 15-го числа, здесь была вода, она была влажная. Это уже после устранения, после всех работ, вот это пятно. Чтобы выполнить предписание и исправить недочеты, управляющие компании дают пять дней. Уже завтра инспектор вернется сюда снова, чтобы проверить, будет ли крыша протекать. Мы увидели, что части крыши находятся, выполнены работы по покрытию рулонными материалами. Завтра будем мы делать контрольный пролив и фиксировать факт протечки крыши. Если проблему не исправят, госжилнадзор обратится в суд. Тогда УК грозит штраф до 250 тысяч рублей. Екатерина Брега, Владислав Иванов, Севастопольское телевидение. Мусор с Уздальских высот будет убран в 2021 году. Проблему загрязнения исторической территории не могут решить уже несколько лет. Рубероид, утеплители и другие токсичные материалы не только портят вид, но и загрязняют почву. Откуда взялся этот мусор и когда территорию приведут в порядок, узнал Владислав Илюхин. Суздальские высоты хранят память двух страшных войн. Рядом с мемориалами Крымской войны стоят полуразрушенные доты времен Великой Отечественной. Однако с памятниками геройскому прошлому соседствуют памятники безалаберному настоящему. Как появились здесь эти кучи строительного мусора, к сожалению, никто ответить не может. Все в природнадзоре утверждают, что это наследие времен Украины. По масштабам свалки очевидно, что отходы свозили сюда на грузовых машинах. Но ответственность за это до сих пор никто так и не взял. Вот видно, ни одну машину, она одна, скорее всего, и вот вторая две. То есть объем, конечно, приличный. И самое страшное, что она выделяет именно нефтепродукты, и это все уходит в грунт. Просто убрать этот мусор недостаточно. Нефтепродукты продолжают плавиться и пропитывать почву. А дожди уносят ядовитые соединения вниз по склону. Чтобы на этом месте вновь могло что-то вырасти, придется проводить рекультивацию. Снимать верхний слой грунта. Общий объем здесь, площади, на которой находится загрязнение, оно такое локальное, 18 гектар. Значит, площадь непосредственно под этими отходами, которые находятся в куче, 0,4 гектара. В состав их морфологический, значит, где-то примерно процентов 20 это твердокоммунальные отходы, 50% это строительные отходы и 30% это грунты. Вот для того, чтобы его ликвидировать, вот в рамках как раз сейчас идет национальный проект «Чистая страна». У нас есть региональный проект, то есть сейчас деньги будут выделяться. Значит, в этом году планируем внести изменения в проекты, которые уже есть, существуют. На это заложен миллион 300. Этих денег должно хватить на разовую очистку. Но экологическую проблему территории так сразу не решить. Кроме строительного мусора, вид на памятные для нашей страны места портят и отходы, оставленные туристами и местными жителями. Севприроднадзор уже разрабатывает проект по восстановлению территории. Привести Суздальские высоты в порядок планируется в 2021 году. Владислав Илюхин, Андрей Вовк, Севастопольское телевидение. Героические сражения на песке, траве и искусственном покрытии. В Севастополе продолжается детско-юношеский турнир Кубок городов-героев. В нашем городе он проводится впервые и сразу по трем видам спорта. Большом, пляжном и мини-футболе. Кроме хозяев турнира в наш город прибыли команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Смоленска, Керчи, Тулы, Новороссийска и Мурманска. Сейчас в самом разгаре состязания по пляжному футболу. Об италиях на песке расскажет Святослав Данилов. Состязания по пляжному футболу проводятся на стадионе пляжных видов спорта в Парке Победы. В нескольких метрах море. Поэтому у спортсменов, особенно из других городов, есть возможность не только поиграть, но и искупаться. Вход на стадион свободный. Я когда приехал, увидел везде афиши. Люблю пляжный футбол. Поэтому все матчи прихожу, смотрю, болею за всех, потому что это Россия. Но пока выигрывает Москва, это очень радует. Но и особое внимание хочу сказать, что в Севастополе есть игроки, которые феноменально играют. Уровень достаточно высокий для проведения такого. Игра в Севастополе тоже вполне достаточно уважения и внимания. Ребята, самодача на высшем. Вот еще гол, пожалуйста. Молодцы. Хорошо, здорово играет. Чуть-чуть везения и все у них получится. Мяч в ворота летит прямо во время интервью. Севастополь забивает Керчи. К отчетной игре наши футболисты подходили иметь две победы и одну ничью в активе. Первый матч севастопольцы сыграли 5-5 с одним из фаворитов турнира сборной Москвы. Чтобы понять, насколько они сильны, достаточно сказать, что столичные футболисты в двух своих следующих играх буквально разгромили соперников из Керчи и Смоленска с одинаковым счетом 11-0. Наши игроки тоже дважды ушли с поля победителями. Обыграли Новороссийск 11-7 и Смоленск 7-3. Сборная Керчи же все три свои матча проиграла. Матч с крымской командой для нашего коллектива начался неудачно. В течение пяти минут пропустили два гола. В начале второго периода к сопернику удалось немного подобраться 2-3. А затем севастопольцы включили дополнительные обороты. Пять безответных мячей влетело в ворота Керчан. Итог встречи 7-3. Уверены были, что выиграем. Хотелось дать всем поиграть. И, к сожалению, люди вышли еще не проснувшись. Так получилось это футбол. Ничего страшного. Мы отыгрались, вышли вперед и довели до победы. Одним из героев встречи стал наш голкипер Артур Чекиров. Но юноша скромно отметил хорошие действия партнеров по команде. В первом тайме у нас немножко провалилась защита, поэтому забили. А дальше все мы наладили, поэтому отыгрались и выиграли. Вот нападающие хорошо играли. Нашу сборную без преувеличения можно назвать феноменальной. По словам тренера Дмитрия Мельника, ребята раньше в пляжный футбол не играли никогда. Но это не помешало собрать команду и одержать уже три победы в четырех матчах. Месяц назад собрались, две недельки здесь тренировались. То есть ребята в пляжный футбол вообще не играли? Нет. Только на сборах, только на пляжах. То есть первые собрались и теперь всех обыгрывали? Да. Как это можно объяснить? Хорошим подбором футболистов. На 19 июля намечены полуфинальные игры, в которых сборная Севастополя точно примет участие. А в четыре часа вечера должен состояться финальный матч. Параллельно продолжаются состязания по большому и мини-футболу. Кубок городов-героев завершится 19 июля. Светослав Данилов, Александр Тарасенко, Севастопольское телевидение. Это были главные новости. К этому часу в студии работала Левтина Игнатьева. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова